Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале читать нельзя сжигать. Сегодня поговорим о моих книжных покупках. В основном здесь будут книги от издательств Азбука и Поляндрия, ну и немножко чего-то еще. Книг получилось достаточно много, и мне кажется, среди них есть довольно интересные. Так что приятного просмотра! Не забывайте поставить лайки, если видео вам нравится. Прежде чем мы начнем с приобретениями книжными, покажу вам очередной аромабокс в моей коллекции. Это аромабокс с тропическими нотами от сайта Рандеву. Вы, конечно, уже много раз от меня слышали про этот великолепный сайт, на котором вы можете купить не только аромабоксы, не только полноразмерную парфюмерию, но и любую косметику на ваш вкус. Кроме того, цены на сайте всегда радуют, всегда присутствуют хорошие вкусные скидки. Ну а мой промокод 10чнс даст вам дополнительную скидку, которая будет суммироваться с теми, которые уже есть на сайте. Так что даже если видите на сайте какую-то крупную классную скидку, не забывайте вводить промокод обязательно тоже. Скидка будет еще больше, и счастье будет еще больше соответственно. Так что обязательно переходите по ссылочкам, которые я для вас оставляю в описании к этому ролику. Аромабоксы это отличнейший подарок, потому что посмотрите, как приятно, минималистично и эстетично они выглядят. Как плотно защелкивается эта магнитная коробочка. К тому же это отличный вариант для себя, порадовать себя, потому что это возможность попробовать 8 ароматов. Да не просто попробовать, а по-настоящему их разносить в разных условиях, в разном настроении. Я обычно делаю 1-2, но иногда даже 3 пшика. И даже в случае 3 пшиков, мне кажется, минимум на неделю хватит этого пробничка, а то и на больше. Мне обычно такого аромабокса, при условии, что все мне здесь понравится, хватит больше, чем на месяц использования. Это 100%. На сайте очень удобный поиск аромабоксов, как по нотам, направлениям, так и по производителям. Есть у них монобрендовые боксы. Если вы давно хотите попробовать что-нибудь у Bayred, но сами не знаете, что, можете просто взять 8 ароматов Bayred, вот в таком воплощении. Но у меня здесь тропические ноты. Здесь, как я вижу, в основном бренды, именно производящие нишевую парфюмерию. Это Bayred, Max Phillip, Memo, Montale, Richard, Atar Collection. В целом, подборка такая интересная, того, что на слуху. И я из этого все уже попробовала. Моими любимчиками здесь однозначно стали Dirty Mango, то есть грязный Mango от Richard. И, кстати, я там манго не слышу вообще, но это какая-то взрывная смесь фруктов. Это для любителей. Если вам нравится, как пахнут шампуни Fruities или вот какие-то подобные отдушки, и вы всегда хотели парфюм, немножко напоминающий это, но все-таки парфюм, а не шампунь для волос, то вот присмотритесь к этому аромату Dirty Mango. Мне он нравится, причем практически на любое время, на любое настроение. Да, он, как и все остальные ароматы в этом боксе, достаточно яркий, заметный. Это не какая-то нежнятинка. За этим вам совершенно другие ноты. И еще мне очень понравился аромат от Montale, который называется Wild Pierce, то есть дикие груши. И это очень вкусно. Это вот, с одной стороны, немножко лимонадно, что-то такое в сторону Дюшеса. Вместе с тем, опять же, что-то такое взрывное в духе шампанского и хорошего настроения здесь есть. Он достаточно резкий, достаточно мощный, и он очень долго сидит на коже, во всяком случае, на моей. Вот эта грушевая сочность не совсем такая, как от свежей груши, которую вы кусаете, а вот что-то такое дополнительно еще и сладкое, и манящее, и безумное, притягательное. Так что присмотритесь к этому аромобоксу, ну и в целом, конечно же, совершайте ваши косметические и парфюмерные покупки на сайте Рандеву. Там действительно выгодно и классно. Пользуйтесь промокодом. Переходим к моим книжным покупкам, и давайте начнем с азбуки. И первым делом, конечно же, Брайан Стейвили, Хроники Нетесного Трона, называется цикл. Это уже третья книга цикла «Последние узы смерти». Я только сейчас обратила внимание, что вот здесь на заднем плане летит эта огромная хищная птица. Такая особенная яркая черта этого мира. Здесь есть специальное подразделение элитных каких-то войск, воинов, которые как раз на таких птицах разъезжают. Начинается здесь все со смерти императора, с его троих оставшихся детей. Кто-то из них должен взойти на трон. Двое братьев находятся далеко от дома. Один идет по пути воина, другой находится у монахов. Я бы не сказала, что эти книги очень сильно наполнены экшеном и динамикой. Во второй книге, возможно, с этим лучше. Первая поспокойнее. Но здесь яркие и сочные персонажи. Здесь очень неплохо прописанный мир, интересный и глобальный. И вот, наконец-то, я завершу этот цикл. Все три книги довольно объемные. Там примерно по 700 страниц. Да, вот в этой книге почти 800. И, кроме того, у меня здесь где-то лежит также. Где же оно лежит? Вот оно. Это новиночка от азбуки. Присягнувшая черепу. Как видите, здесь уже не написано, что книга относится к хроникам Нитесного трона. Потому что это не продолжение трилогии. Это отдельно стоящий такой спин-офф, посвященный одной из наиболее интересных персонажей той самой трилогии. Это присягнувшая черепу женщина, которая относится к местному очень странному и таинственному культу, которого обычно все сторонятся. Потому что члены этого культа присягнули самому богу смерти. И теперь каждая смерть, которая встречается им на пути, воспринимается ими радостно, как дань тому самому богу смерти. В том числе они не боятся и за свою жизнь, потому что это в любом случае угодное богу дело. Персонаж очень интересный и харизматичный. Конечно, эта женщина весьма странный язык, грубовато и отлично владеет разными боевыми техниками, из-за чего практически непобедимо. И здесь мы узнаем, как я понимаю, ее предысторию. Историю о том, как она должна убить единственного человека, который ей не безразличен. Посмотрим. Это я пока основываюсь только на аннотации. На этом с фэнтези от Азбуки все, но есть еще магический реализм. Хотя, судя по аннотации, это все тоже фэнтези. Голем и джин от Хелен Уэкер. Это история о том, как на улицах Нью-Йорка встречается голем, созданный для своего хозяина. Это голем-женщина, которая, ну, случайно так сложились обстоятельства, она получила свободу и не знает, как этой свободой распоряжаться теперь. И также здесь будет джин, которого случайно выпустили на свободу. Вот их пути пересекаются. И, судя по обложке, я так подозреваю, что это будет история любви. Сама автор, что интересно и примечательно, называет эту книгу метафорической автобиографией. И, видимо, пересказывает здесь историю своих отношений. Две семьи, которые относятся к очень разным культурным традициям. Книга безумно красивая. Я надеюсь, что это будет достойная история любви и просто интересный роман. Следующую книгу я очень ждала с момента ее анонса. Это «Чучело акулы за 12 миллионов. Продано. Вся правда о рынке современного искусства» от Дональда Томпсона. Почему эта книга интересна? Потому что, на мой взгляд, она, ну, как минимум, попытается дать ответ на тот же вотрепещущий вопрос. Почему иногда кожура банана, повешенная на стену, или хаотически разбросанные предметы могут стоить каких-то бесконечных миллионов? Почему какие-то художники становятся такими общепризнанными, прославленными, громкими именами в современном искусстве? Хотя, казалось бы, на взгляд отстраненного человека, они делают то, что может сделать моя восьмилетняя дочь, совсем не напрягаясь. Да, единственное мое небольшое разочарование относительно этой книги, это не то, что обложка интегральная, очень даже мне обложка нравится, это то, что здесь гораздо-гораздо меньше иллюстраций, чем я рассчитывала. Здесь буквально одна небольшая вклейка, страниц может быть на 10. Вот давайте вместе посмотрим, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 страниц. Все. Когда я видела эту книгу в интернет-магазинах и видела вот эти вот цветные иллюстрации как раз-таки предметами современного искусства, я думала, что вся книга будет выполнена в таком ключе, что автор будет нам рассказывать какую-то историю, в каком-то конкретном экспонате тут же будут иллюстрации. Но, к сожалению, к сожалению, на мой взгляд, это огромная недоработка, когда ты говоришь именно о конкретных вещах, о произведениях искусства. Нужно, конечно, по ходу дела сразу давать иллюстрации. Я очень сильно сомневаюсь, что вот на этих 8 страничках поместились все те предметы современного искусства, которые автор будет упоминать в этой немаленькой, почти 500 страниц, книге. Придется что-то дополнительно искать и гуглить. Да, можно, но, согласитесь, гораздо приятнее, когда ты вот такой нонфик читаешь сразу по ходу дела, все это рассматривать, не отвлекаться. Тем не менее, книга очень интересна по своей задумке. Книг о современном искусстве немало, и, конечно, все они в той или иной степени пытаются ответить на вопрос, почему вот этот черный квадрат искусства, а вот этот черный квадрат нет. Но книга, которая задается именно этой целью и прицельно именно этот вопрос изучает, это, конечно, то, что вызывает интерес любого человека, который хоть как-либо интересуется искусством вообще. Что у нас здесь есть еще от Аспуки? Это еще один том Джеральда Даррелла. Вот в таком перевыпуске. Это подарочное издание. Здесь, во-первых, такая красивая обложка, она рельефная, есть такие выступающие части, частичное золото. Очень красиво, очень достойно все это выглядит. Здесь у меня два произведения. Путь к Мегуренка и Поймайте мне Колобуса. Посмотрите, какой красивый форсет здесь тоже. Белая бумага и большое количество иллюстраций. По-моему, именно эти иллюстрации раньше выходили в издании от Амфоры. Если помните, там были такие цветастые яркие обложки под шкуры разных животных, и каждая история издавалась отдельно. Здесь же у нас будет по две работы в книге, как я поняла в этой серии. И очень надеюсь, что продажи будут хорошие, и серия будет продолжаться, потому что, на мой взгляд, это пока лучший вариант из всего, что было по Дарреллу. И именно эти две работы писателя я обязательно планирую прочитать летом, потому что когда же читать Даррелла, как не летом, правильный ответ в любое время читайте Даррелла. Последняя книга от Азбуки это Дом Кёко Юкио Миссимы. Миссима сейчас на слуху, Азбука активно его издает, переиздает, допечатывает в таких красивых обложках. И здесь, помимо крупного шрифта и белой бумаги, как обычно у Азбуки, также классный рельеф на буквах. Все выглядит очень стильно, аккуратно, красиво. Зацените корешок такого бомбического цвета. И оборотная сторона тоже. Вот тут, кстати, на одной из первых страниц есть список книг Миссимы, которые уже издала Азбука, и здесь действительно очень много. Да, некоторые из них выходили в сборниках, в больших книгах, там множество произведений под одной обложкой, но тем не менее, посмотрите, список действительно внушительный. Так что я очень надеюсь, что моя первая встреча с автором, которая состоится именно вот с этой книги, будет весьма успешной. Я буду продолжать читать романы этого, как тут написано, самого читаемого в мире японского автора. События этого романа происходят в начале 50-х годов, послевоенный период в истории Японии, и страна уже встает на ноги, начинается эпоха расцвета, но главные герои этой истории смотрят на все происходящее с большим подозрением. Здесь у нас четверо молодых людей, которые, как написано в аннотации, являют собой грами личности самого Юкио Миссимы. Тонко чувствующий невинный художник, энергичный боксер, помешанный на спорте, невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой, и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. Под конец аннотации нагоняет жуть, и вот что здесь написано. «Все пятеро ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падения, разочарования, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются, конец света неотвратим, мы все по-прежнему живем в его преддверии». В конце мне не хватило только фразы «Мы все умрем». Ну, посмотрим. Я думаю, что будет довольно-таки депрессивненько, но вот эта вот эпоха, место и время действия меня очень даже привлекают. Кроме того, Юкио Миссима, как вы понимаете. На этом с азбукой все. Переходим к издательству «Поляндрия». Первая книга — это «Чудо в ущелье поскоков» от Анте Томича. Здесь нам обещают необычный бэкграунд и весьма необычный юмор. В целом, книга должна быть такой очень доброй. Я, пожалуй, прочитаю вам аннотацию с обложки, потому что она классная и лучше я не расскажу. «Место действия — Далматинское загорье, то есть где-то в горах у черта на рогах. Главные герои — самодержавный отец и четыре его сына. Живут как дикари, едят каждый день мамалыгу, кроме нее ничего готовить не умеют. У них свои законы, которые должен соблюдать каждый, иначе в ход пойдут кулаки». Интрига. Старшие из братьев Кришемир решают жениться, понимая, что их сообществу необходима женская рука. Диалоги. Хулиганские. На грани фола. Герои. Самобытные. Описанные настолько живо, что надолго останутся в памяти читателей, как персонажей фильмов Кустурицы. Вы говорите «Кустурица», я говорю «Продано». Да, мне кажется, это будет весьма необычно, весело и по-доброму. Так что скоро прочитаю и вам расскажу. Здесь страничек не то чтобы много, 250 всего. Может быть, стоит снять еще один ролик о тонких книгах. Если вам такие ролики нравятся, обязательно пишите в комментариях. Каждый голос важен. Посчитаю, подумаю и, возможно, сниму еще один ролик. У меня от одной только поляндрии уже накопилось 3-4 книги, которые под этот ролик подойдут. Кроме того, еще очень много всего разного на полках есть. Следующая книга – это такая классная книга «Перевертыш» от режиса Месаки. Здесь два романа. Это «Иесинани Пси», я молодец, с первого дубля сказала. «Иесинани Пси» – это необычный, такой нетипичный взгляд на жанр антиутопии. Здесь после распыления какого-то смертельного газа, уничтожившего почти все население Земли, выживает лишь главный герой и горсточка чудом выживших детей. И если обычно герои антиутопии – это такие борцы за жизнь, которые готовы на все, лишь бы выжить, то здесь главный герой очень апатичен и крайне неприятен. В целом на героя не тянет, скорее это антигерой. Так что он абсолютно равнодушно наблюдает за тем, как деградируют, вырождаются выжившие вместе с ним дети. Я думаю, что это будет весьма депрессивно, но надеюсь на то, что это будет необычно, круто написано и в целом роман из разряда таких, которые не забудутся. Кстати, если вы никогда в руках не держали книгу «Перевертыш», ну и вдруг по названию не поняли, что это значит, то вот у вас здесь, с этой стороны, вы начинаете читать книгу, читаете примерно до середины, а дальше шрифт начинается кверх ногами, и вы должны перевернуть и начать читать книгу уже с этой стороны. Следующий роман, естественно. Два романа и два начала для них. Это классно на самом деле, это достаточно удобно и необычно. Так вот, второй роман в этой книге – это «Кретина Дальер», и это такой же необычный и странноватый взгляд на другие популярные жанры. Это тема экзотических путешествий, научных открытий, выживаний на острове, возможно, такая по-своему воплощенная Робинзонада. Здесь группа ученых в Тихом океане натыкаются на какой-то заброшенный остров, на котором проживает группа кретинов – дегенеративных, человекообразных существ, чье развитие остановилось на уровне каменного века. Ученые будут стараться как-то повлиять на развитие этих существ, немножко так подтянуть их до общечеловеческого уровня развития, но, насколько я помню, ничем хорошим эта история тоже не закончится. Следующая книга, она же последняя от Поляндрии, это «Оп-Оло-оп», обожаю это название, от Хуана Филлоэ. И это крайне любопытная должна быть книга, написанная, судя по всему, в духе постмодернизма, потому что видела отсылку к Улиссу, якобы это такой Улисс, но попроще. Это причудливая хроника одного дня Оптимуса Олоопа из Финляндии, жизнь которого обычно подчинена строгому распорядку, вплоть до того, что в бордель он ходит в строго определенное время. События будут происходить в день его помолвки, и, кроме того, это же, по-моему, тот день, когда он совершит какой-то юбилейный поход в бордель. Приключения начинаются однажды утром с небольшого дорожно-транспортного происшествия. В общем, как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Надеюсь, что эта книга будет по постмодернистке яркой, необычной, сочной, запоминающейся, а не унылой, скучной и слишком сложной. В любом случае, 315, по-моему, страниц, где-то так. Это вам не Улисс, можно дочитать до конца и не жалеть о потерянном времени, даже если оно окажется потерянным, но я все-таки надеюсь, что книга будет хороша. На этом с поля, Андрей, все, и у меня тут осталось еще 3 прозрозненные книжки. Давайте покажу вам сначала вот такую. Это Маша Трауп, «Дневник мамы первоклассника». Книгу взяла в пункте буккроссинга, обмена книгами, куда я сейчас частенько отношу свои, ну, из разряда тех, которые вот и ванхол не пустишь, и отдать некому. Но вроде бы книги не то чтобы плохие, просто сомнительные немножко. Тем не менее, разбирают их там очень-очень быстро. Ну, вот и сама там взяла Машу Трауп. Как помните, у меня с Машей Трауп было несколько подходов. Одна книга понравилась, другая не понравилась. Вроде как я решила больше не читать, но решила, думаю, ладно, раз вот так вот она там лежала, явно меня ждала «Дневник мамы первоклассника». Это самое популярное, известное ее произведение. Лично мне на канале именно его чаще всего советуют. Так что попробую, если вдруг книга мне очень понравится, то куплю себе вариант получше. Маша Трауп сейчас красиво пересдает, мне очень нравятся эти обложки в такой ванильной приятной гамме. А эту книгу отнесу туда, где взяла. Если не понравится, то тоже отнесу туда, где взяла. В общем, я считаю, все очень удачно сложилось. Дальше у меня тут Дарья Беляева. Про эту книгу я уже вам рассказывала в первой серии «Фантастического марафона». Это видео вышло на канале 1 июня. 1 июля будет следующая серия. Если вы просмотрели этот ролик, то имейте в виду, там есть приглашенный гость. Вы его, скорее всего, знаете. И обязательно этот ролик посмотрите. Я там подробнейше рассказала об этой книге, обо всех ее плюсах. Просто разливалась соловьем. Книга мне действительно очень-очень сильно понравилась. Не обращайте внимания на обложку, если вдруг она вас отталкивает. Прочитайте книгу хотя бы в электронном формате или в аудиоверсии. Опять же, по-моему, в том же Литрес все это есть. Книга классная. Дарья Беляева классная. Для меня пока она встает сразу в пункт автопокупаемых авторов. Но, конечно, посмотрим, что будет со следующими романами. Для начала очень надеюсь, что вот эта серия. Красные тетради, в которой должны быть вот такие стильные, необычные, немножко криповые, но все-таки обложки. Я надеюсь, что она будет продолжать выходить. И последняя книга в этом ролике, возможно, будет для вас неожиданной. Но вы знаете, меня сейчас периодически то в одну степь тянет, то в другую. Я вот тут Ромфант недавно почитала. Кстати, ролик об этом очень скоро выйдет на канале. Так что, если вы еще не подписаны, то почему нет? Приходи вчера. Жуткие былички от Татьяны Мустрюковой. Да, конечно, автор уже очень примелькавшийся на Буктюбе. Я, в принципе, действительно негативных отзывов не слышала. Только крайне положительные и нейтральные. И я давно хотела попробовать. Тут мне написало издательство, предложила. И я не смогла отказаться. Кстати, книга просто восхитительно воплощена в жизнь. Здесь soft touch. Какой он красивый и бархатный. Здесь вот такие восхитительные буковки. Объемные, лакированные. Выглядит все это просто восхитительно. Из тех книг, которые я вам показываю сегодня, на мой вкус, это одна из самых таких ярких, сочных, красивых. Вот такой вот форзат. Здесь затуманенная такая полянка, на которой разные грибочки, мухоморчики, лисички растут. Вот такая вот страшненькая картинка. И дальше по тексту в книге тоже много иллюстраций. Не только какие-то вот такие вот цветочки-вензелечки, но и полноценные иллюстрации по сюжету. Их много. Вот так. Смотрите, какая красота. Здесь бумага похожая, не совсем, но похожая на ту, которая встречается в книгах Фантом Пресс, Паляндрии и так далее. Так что это точно книга, которую захочется дома держать именно в бумажном варианте. Я очень надеюсь, что мне понравится, и я постепенно приобрету себе другие книги Мустрюковой, потому что по тематике, по направлению мне это очень близко. Это наша славянская родимая хтонь. Самая дикая, самая страшная и пугающая, криповая, которая где-то там в лесах и на болотах водится, хрустит опавшей листвой, завывает по ночам. В общем, вот это вот все. Давайте аннотацию вам лучше зачитаю, потому что здесь она из разряда тех... Боже, солнце меня просто убивает. Она из разряда тех, которые пересказывать по памяти тяжеловато. Как вежливо отказать Кикимори, рвущийся к вам в гости? Как мирно разойтись с лешим, не поссориться с домовым, стать незаметным для жути без названия, уже раздинувшей туманную пасть? О встречах со страшным и неизведанным, о народных приметах и заклятиях, о том, что иногда забавная фраза «Приходи вчера, может спасти жизнь», а также о многом другом расскажет сборник «Быличек. Истории очевидцев, бережно собранных автором на просторах нашей огромной страны». Хотите, верьте, хотите, нет, но скорее открывайте эту книгу и читайте, 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 пока трижды не прокричит петух. Если я правильно понимаю, это именно отдельные разрозненные истории, собранные на основе нашего родимого фольклора, а не полноценный какой-то роман. Но, возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, это действительно отдельные такие дачные страшилки-расказики. Тоже, наверное, неплохо для знакомства с писательницей. Вот, наконец-то солнце зашло за тучку, я могу смотреть, и, конечно же, на этом ролик заканчивается, но, точнее, не совсем. Сейчас я вас переключаю на распаковку, которую сделала чуть раньше. Это распаковка подарка от прекрасной Даши с канала Angry Books. Впрочем, Алина из прошлого вам все уже рассказала, а от меня на этом всем пока. Что же, друзья, самое интересное я оставила напоследок. Это посылка, которую я получила от Даши с канала Angry Books. Ссылочку, конечно, на нее оставлю. Даша классная. Посылка пришла из Питера. Именно там проходила какая-то очередная книжная выставка. К сожалению, уже не помню, как она там называется, но суть в том, что там было довольно много всего интересного, в том числе и некоторые писатели, которых я очень люблю, ценю и уважаю. И вот Даша подписала для меня одну книгу. Это, конечно, было очень неожиданно, крайне приятно. Я, да, примерно знаю в общих чертах, что здесь, но, по-моему, здесь есть что-то еще. Ой, кроме этой книжки. Довольно волнительно, потому что, да, у меня было несколько книг с автографами, но, наверное, автографов таких больших и действительно очень и очень любимых и уважаемых писателей моих полков пока еще нет. Так что это такой уникальный случай. Благодаря Даше у меня, наконец, такая книга появится. Я счастлива просто безумно. Так, сейчас я за кадром разберусь, как это лучше открыть, чтобы не шуршало. Кстати, если вам интересно, у Даши на канале был небольшой влог, но очень милый и ламповый, об этой выставке как раз в том числе. Так что можете посмотреть. Так, ну что, у меня все предварительно открыто. Я готова. Ой, тут много вкусняшек. Вау! Вау, какая красота! Мне тут Даша такое отправила. Дело в том, что во многом благодаря Даше я сейчас вернулась в свое старое, но давно заброшенное хобби, а именно вышивание. Я вообще хотела буквально пару вечеров повышевать, закончить старую картинку. Просто мне хотелось прослушать определенную аудиокнигу, и было не под что этим заняться. Все другие хобби как-то отошли на задний план. В общем, вернулась в вышивку, как я думала, на пару дней. Но я помнила, что у Даши есть еще второй вышивальный канал, поэтому мне хотелось с кем-то обсудить эту тему вышивальную. У нас с Дашей как-то так получилось очень теплое общение на эту тему. И как-то вот незаметно, шаг за шагом, у меня дома появился... Ой! У меня дома появился вот такой вышивальный станок. И теперь вечера я провожу именно с вышивкой под аудиокниги. Очень продуктивно, очень здорово. Мне безумно нравится. И вот я вижу, что мне Даши тут отправила нитки. Это мулине для вышивания, но не обычная, а как это называется, мультиколор или меланж. Это нитки с переходами, например, от фиолетового к красному, или от красного к розовому, или даже иногда от фиолетового к зеленому. Еще и вот такая вот прекрасная модейра. Очень красивые ниточки. Мне только жалко, что я не получила конкретно вот этот цвет пару дней назад, потому что мне как раз такой был нужен. Я мучилась, пыталась такой сделать сама, потому что я сейчас крашу ниточки в том числе, но у меня не совсем такой получился. Очень-очень классно. Спасибо, Даша. Я уверена, что я этим буду пользоваться, потому что как раз вышиваю такие работы, такие дизайны, где вот такие нитки активно используются. Дальше я тут вижу какое-то просто шоколадное безумие. Причем, по-моему, все с отсылками к Петербургу. Вот такой вот шоколад в Санкт-Петербург. Шоколад с миндалем. Такой вот летний сад. Четыре индивидуально упакованные плитки. И вот такие конфеты. Их тут много в Санкт-Петербург. Судя по всему, это такие с вафелькой. Я такие очень люблю. Обожаю конфеты с вафелькой. Посмотрите, их тут просто целые горы. Они тут в качестве упаковочного материала. Знаете, кто-то картонками прокладывает, бумагами, а вот Даша мне просто все конфетками проложила. Даша, спасибо большое. Мы, конечно, с удовольствием это съедим. Вернисаж, пористый, горький шоколад. Такой тут солидный мужчина. Так, ну и наконец-то мы добрались до книги. Это Окультрейгер от Алексея Сальникова. Мне, кстати говоря, нравится оформление. Мне нравится издание. Знаю, что не все любят вот эти вот переносы по буквам. Но здесь, по-моему, оно еще и дополнительно играет. Типа Окультрейгер. Да. Такой форзов. И момент истины. Где? И вот здесь. А линия от автора. Очень-очень приятно. И вот такая закладка еще здесь лежит. Тоже с Питером. Очень красиво. Даша, спасибо тебе еще раз в стотысячный раз огромное. Когда ты мне сказала, что подписала мне книгу Сальникова. Я чуть ли не скакала до потолка. Настолько это приятно. Да, я пока у автора читала только одну книгу. Это Петрова в гриппе. Но это была любовь с первой книги. Да, что там, наверное, с первой страницы. Да, некоторые считают, что Сальников якобы не умеет писать. У него там проблемы со стилем. У меня абсолютно полярная точка зрения. Мне кажется, что Сальников чудесно умеет рассказывать истории. И вот знаете, о чем бы Сальников не написал. Даже о том, как люди ездят в троллейбусах, о том, как люди ходят на работу, о том, как кто-то бухает в гараже. Я всегда буду читать Сальникова с огромным удовольствием. Но вот в этой книге, к слову, и сюжет тоже довольно интересный и завораживающий. Кстати, да, Даша в своем ролике с этой выставки вставила значительный кусок. Ну, по-моему, практически всю беседу, интервью с Сальниковым. Там неплохой звук, там все хорошо слышно. И, конечно, если вы уже читали Окультрейгера или любите автора и собираетесь почитать, но не были на этом выступлении, то я вам очень рекомендую перейти и послушать. Потому что Сальников отличный рассказчик, харизматичный человек. И в целом мне было очень интересно посмотреть это интервью. Книжку себе заношу на относительно ближайшие планы. Насколько смогу ее вписать, обязательно с удовольствием прочитаю. Даша, тебе еще раз огромное спасибо. И, конечно, Сальников это любовь. В этом романе Алексей Сальников показывает небольшой провинциальный городок на Урале, в котором существуют некие Окультрейгеры, Херувимы и Черти. Звучит довольно безумно. Но на самом деле я думаю, что это просто красивая и яркая метафора, потому что суть Окультрейгеров, их задача являться проводником между миром людей, также Херувимов и Чертей. И, кроме того, они должны поддерживать тепло в остывающих городах. Главной героине этой истории Проскопье уже две сотни лет. И она каждые четыре месяца меняет свою внешность, никем и ничем не дорожит, кроме гомункула, который принимает вид ребенка и повсюду следует за ней. Но вдруг гомункулу начинает угрожать опасность, и, видимо, как раз здесь начинает закручиваться сюжет. Для меня звучит привлекательно. Зная, как Сальников пишет, я практически не сомневаюсь, что книга мне понравится. На этом, друзья, сегодня все. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, конечно, в том случае, если оно вам понравилось. Также будет здорово, если вы напишите комментарии. Помимо того, что я просто очень люблю их читать, конечно же, таким образом вы помогаете каналу развиваться. Напоминаю для вас, что у меня есть бустик, где выходит несколько дополнительных роликов в месяц. Есть разные уровни подписки. Также теперь именно туда переехали совместные чтения, и они теперь эксклюзивно будут только на бустик. Каждый месяц какая-то одна книга, о которой на канале вот здесь я вообще рассказывать не буду. Так что, мне кажется, бустик становится таким закрытым, уютным клубом для тех, кому наиболее интересно то, что я делаю. На этом еще раз вам большое спасибо за любую вашу поддержку, и всем пока!